Михалыч, никого не хотим обвинять, но как вы считаете, почему заявления Папы Римского на сей раз, да и в предыдущие несколько раз так похожи, так сильно пересекаются с пророссийскими нарративами, которые звучат из уст российских пропагандистов? Мы с вами никого и не обвиняем, и не будем обвинять. Каждый человек имеет право делать те заявления, которые он делает, в том числе и, безусловно, понтифик имеет право делать те заявления, которые он делает. Это вопрос в другом. Вопрос в том, что если ты хочешь говорить о чистоте помыслов, если ты хочешь говорить о вере как таковой, то есть о сострадании как таковом, то ты точно не будешь повторять все, что говорит Россия. И уж точно не будешь упоминать людей, которые максимально запятнаны кровью, не только, мы даже не про Украину говорим, а в принципе, человека, человеческой кровью как таковой. То есть, соответственно, на мой взгляд, это абсолютно осознанно, я бы не сказал, что это один раз ошибка, два раза ошибка, но мы видим позицию, к сожалению, Святого Престола, мы видим позицию Ватикана. Во-первых, они предлагали, вы помните, переговорные позиции, давайте немедленно остановим огонь, оставим всю Россию и согласимся на их условия и так далее. Мы видим абсолютно четкую поддержку империалистических устремлений России, то есть Россия демонстрирует себя как страна 17 века. И вот, к сожалению, Ватикан поддерживает страну из 17 века. Возможно, в этом какая-то есть историческая сказывается, ну, наверное, может быть, Ватикану нравится, когда какие-то империи приходят с огневым мечом, режут людей, массово масштабно геноцидят другое население другой страны и так далее. Возможно, это какие-то аллюзии исторические и так далее и тому подобное. Но, на мой взгляд, если уже говорить на полном серьезе, на мой взгляд, безусловно, такие заявления недопустимы, категорически недопустимы, потому что они поощряют агрессор. То есть поощряют агрессора дальше совершать массовые масштабные убийства, оправдывать эти убийства и проливать кровь других народов, причем народов, которые не заслуженно должны платить своей жизнью за то, что вот эта страна под названием Российская Федерация делает. Ну и было бы, конечно, желательно не извинения потом приносить, что вы нас неправильно поняли, потому что тут, в принципе, все однозначно сказано, а просто делать те шаги, делать те высказывания, которые соответствуют как минимум крестьянству, в принципе, своей сущности. С точки зрения того, о чем говорил Иисус и так далее и тому подобное. Мне кажется, лучше туда обратить внимание, наверное, почитать литературу соответствующую, почитать и на основании этой литературы перестать делать политические заявления и делать больше заявления, которые касаются духовности. Ну и уж точно, когда общаетесь с российскими детьми, ну мы можем так их называть, потому что биологически они выглядят как дети, с точки зрения мышления, конечно же, Россия сегодня вообще выглядит несуразно, но тем не менее. И когда обращаетесь к российским детям, которые каждый день привучают к тому, что убить, прийти в другую страну – это нормально, зарезать украинца – это нормально, то, наверное, обращаясь к этим детям, нужно сказать, что сострадание, прощение и так далее – вот это добродетели. Ну и, грубо говоря, неприкосновенность чужого права на жизнь – вот это добродетели. Поэтому давайте здесь, не обижая никого, четко расставлять акценты, просто будем понимать, кто есть кто в современном мире. И не будем читать вот эти извинения. Знаете, насчет извинений, меня всегда поражало, что вот у нас есть какие-то субъекты, которые выходят, например, и оскорбляют наших ребят, которые там в отпуск с войны пришли, да, там к семье подошли и так далее, приходят на улицы, их оскорбляют и так далее. Потом полиция или СБУ их находит, они там извинения какие-то приносят, я всегда поражаюсь. Какие извинения? Человек усмысленно делал то, что он сделал, он осмысленно говорил то, что он говорил, он осмысленно ненавидит людей, которые защищают его. свободу и на улице его оскорбляют. Какие извинения? Здесь должны быть юридические последствия. Точно так же и здесь. Это осмысленные действия, осмысленные слова, не впервые произнесенные. Поэтому мы с вами просто должны понимать, кто есть кто в современном, еще раз подчеркиваю, политическом или духовном мире. Сложно с вами не согласиться. Давайте перейдем к другой теме. Ряд стран-партнеров позволили Украине уничтожать все российское на оккупированных территориях, включая Крым. И тут проснулся, значит, Медведев с утра и опять начал грозить апокалипсисом и концом света. И вот его цитата. Если это правда, сейчас нет причин сомневаться, то это прямое юридически значимое доказательство соучастия Запада в войне против России на стороне государства Степана Бандеры. Это рафинированный казус Белли и для России возможность действовать в рамках юз-эт-беллум против всех и каждого в странах НАТО. Печально, увы, пророчества апокалипсиса все ближе. То есть понятно, что, конечно, сложно комментировать бред Медведева, но опять-таки не сам-то он это все придумывает, да, и является устами режима, так сказать. Что бы вы на это ответили, Михаил? Ну, во-первых, я сразу скажу, что шуты я обычно сами придумываю. Это классический шут, который при престоле. Кто-то должен исполнять роль шутовскую. Это два человека, в основном это Медведев. Я не беру просто там других, их там много в Российской Федерации, но в данном случае это Медведев и Лукашенко. Теперь, что касается не то, что разрешили страны. Давайте здесь правильно акценты, потому что я же повторяю, русские не знают русский язык, и поэтому они не умеют правильно читать то, что написано русским языком для, собственно, вот этой инфантильной нации. А сказано следующее. Не то, что мы ждем какого-то разрешения или неразрешения. Сказано в том, что страны пришли к консенсусу, что международное право все-таки не зря прописано было. А в международном праве четко сказано, что в рамках оборонительной войны Украина имеет право любыми способами освобождать свою территорию, в том числе нанося военные удары, разрушая военную инфраструктуру страны-оккупанта-агрессор. То есть Россия юридически у нас характеризуется как страна-агрессор, которая абсолютно без любых причин зашла на территорию суверенного государства. И, соответственно, опять же, еще раз подчеркиваю, юридически корректно мы сегодня имеем право уничтожать все, что находится российского военного, да и не только военного, если мы говорим о Керчевском мосту и так далее, на оккупированных территориях. Это абсолютно нам разрешено, абсолютно точно сегодня есть определенный консенсус, все прекрасно это понимают, что раз идет такого типа война, то, безусловно, Украина в полном праве в своем уничтожать все российское на Крымской земле. Дальше, что касается казус Белии, не казус Белии, этот субъект, но я повторяю, имея низкий интеллект, не понимает, что война затеяна только Российской Федерации. Безусловно, опять же, в рамках международного права. Я же говорю, человек формально закончил ЛГУ, но в юриспруденции он, конечно же, такой же специалист, как, собственно, был в президентстве. Ну, наверное, может быть, мы с ним можем провести дискуссию о сортах виски, хотя я даже в этом сомневаюсь, потому что это нелепый персонаж, который вряд ли память имеет длинную для того, чтобы запоминать хоть что-то. Так вот, возвращаемся к фундаментальным прописным истинам, для него непонятным. Еще раз подчеркиваю, в рамках международного права любая военная поддержка Украины, а мы имеем сегодня военную прямую поддержку от стран-партнеров, абсолютно легитимно, законно, потому что мы ведем с вами оборонительную войну. Россия, наоборот, ведет агрессивную оккупационную войну, и, соответственно, любая военная поддержка России как раз-таки абсолютно незаконно и будет иметь чрезвычайные последствия, не только санкционные, но и прочие юридические последствия для тех стран, которые оказывают эту поддержку. Вот для этого субъекта было бы желательно это осознать. Второе. В этой войне никто на нашей стороне непосредственно участие не принимает. Воюет Украина, воюет Украина в полном объеме, воюет уже 18 месяцев. Да, есть отдельные граждане, которые по зову сердца принимают для себя решение защищать украинских детей, но они подписывают индивидуальные контракты, часто идут на нарушение тех или иных своих национальных законодательств. Но они это делают самостоятельно, а не как представители официально уполномоченные государствами своих стран, ну, то есть институтами государствами своих стран. Соответственно, еще раз повторю, Украина воюет одна. Дальше. Он может угрожать кому угодно. Этот представитель трусливой политической элиты Российской Федерации, они могут продолжать угрожать все, что угодно. Поэтому эту войну нужно довести до конца, выиграть ее, чтобы он сидел на скамье подсудимых и оттуда уже угрожал, как он будет всех там испепелять в ядерном пепле, да, и всем будет там про четыре всадника апокалипсиса сказки рассказать. Хотя я думаю, как только он сядет на скамье подсудимых и его избавить от райтеров, да, безусловно, он не сможет и два слова связать, потому что, еще раз говорю, алкоголь действительно, ну, этиленгликоль действительно разрушительно влияет на мозговые клетки, и, безусловно, мы с вами видим субъекта, который неадекватен в своей оценке реального мира, в котором он все еще продолжает жить. Да уж, окей, от воображаемого мира, в котором живет Медведев, до реального мира, в котором есть партнеры, помогающие сегодня Украине. Михаил Михайлович, как вы считаете, как долго может продлиться процесс официального закрепления или закрепления на официальном уровне, предоставления гарантии безопасности для нашего государства со стороны наших западных партнеров, в частности, Большой Семерки? Это сложный переговорный процесс, потому что и он продолжается, и на сегодняшний день вы видите, что количество стран, с которыми уже идут активные дискуссии, и что касается военного блока, и что касается гуманитарно-финансового блока, есть Британия, есть Соединенные Штаты, есть Франция, которая тоже изъявила желание проводить соответствующие переговорные дискуссии. Знаете, в чем здесь проблема? Здесь проблема в том, что нужно будет юридически закрепить, юридически подчеркиваю, вот эти все устные договоренности с точки зрения какой техники, когда мы должны получать. Вот смотрите, проблема же в поставках оружия как раз и состоит в том, что это устные договоренности. Да, есть политическое решение, да, мы вам будем передавать это оружие. А потом идет очень длительный период, когда идет сопоставление списка по позициям, которые нам нужны, сопоставление времени, сопоставление логистики и так далее. Это все иногда затягивается. Вот гарантии безопасности как раз должны это устранить. Они должны четко зафиксировать объемы помощи в зависимости от интенсивности конфликта, время поставки, ну то есть скорость поставки тех или иных видов оружия, логистика, кто на себя принимает ту или иную логистику, какое должно быть консультативное согласование накануне того, как это будет запущено и так далее. То есть юридически нужно прописать очень большой аспект вопросов, которые касаются именно материальной составляющей. Материального субстрата, имеется в виду в данном случае либо финансовых, либо гуманитарных, либо военных. И это требует осознания странами и партнерами, с которыми мы ведем дискуссию, какая у них готовность логистическая, финансовая, военная, что есть в арсеналах, что есть на складах. То есть им надо даже в какой-то части аудит проводить и своих возможностей ВПК, и своих возможностей арсенальных и так далее и тому подобное. Ну то есть вот этот момент и тогда, когда вы юридически это закрепляете, это уже не просто добрая воля государства, да, а это уже обязательство государства. Ну то есть оно уже обязано соблюдать определенные договоренности в рамках гарантии безопасности с Украиной. Ну и кроме того, хотелось бы получать не просто какое-то абстрактное оружие, а хотелось бы получать то оружие, которое является, скажем, технологически высококачественным, которое является приоритетным для нас, для того типа войны, которую нужно вести с С учетом, и тут очень главный параметр, мы с вами прекрасно понимаем, что гарантии безопасности нам нужны только по сути, которые учитывают наши интересы при прямом боестолкновении с такой страной, как Россия. Россия даже после трансформации, на какое-то время она, конечно, в берлогу ползет, она там попробует кое-что себе там вычесать и так далее и тому подобное, но в любом случае периодически она будет возвращаться в это свое агрессивное медвежье состояние, медведя-шатуна, который бродит по миру и пытается на всех нападать, чтобы разорить пасеки и так далее. Ну, стандартное поведение Российской Федерации. Поэтому мы же с вами понимаем, что техника, которая нам нужна, она должна учитывать мобилизационные резервы разных стран, то есть нашу и Российской Федерации. У нас мобилизационный резерв, ну, с точки зрения количества людей, всегда будет меньше, и поэтому нам с вами нужно оружие, которое более существенно уничтожает мобилизационный ресурс Российской Федерации. То есть они могут с лобтями бегать, да, нам нужно иметь столько качественного высокоточного оружия, которое будет существенно объемно уничтожать вот этих людей с лобтями в руках. По поводу оружия, все еще ведутся переговоры, насколько я понимаю, про дальнобойные ракеты, такие как «Атакамсы» и «Таурусы». Как думаете, вот F-16 уже вопрос решен? Ракеты, когда будет решен, если будет решен этот вопрос? Я сейчас буду говорить парадоксальные вещи. Вопрос со всем оружием решен. Вот если так говорить. Президент, в принципе, настаивает всегда, что все оружие нам надо, и, в принципе, где-то политически все, мне кажется, уже согласились, что все виды оружия нам необходимо предоставить, в том числе и вот эти дальнобойные ракеты с дальностью 500 километров, которые, естественно, если при определенном количестве попадут в Украину, опять же, существенно ускорят финализацию этой войны. Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот политическое решение уже, в принципе, есть, неформальные решения есть, а вот как и с F-16, вы видите, какая длинная логистика. Мы уже полгода занимаемся этой логистикой. Ну, то есть все, в принципе, понимают, что действительно должен быть паритет, действительно нужно уравновесить работу российской тактической авиации и по линии фронта, и по постоянным атакам по гражданскому населению и так далее. То есть все это прекрасно понимают. Все анализируют, что если Украина не получает современное, например, F-16, которое позволяет гораздо эффективнее уничтожать российскую авиационную технику, то война будет иметь более длинное течение с большими потерями. Понимают. Ну и, соответственно, дальше идет вот это, знаете, обсуждение. Да, давайте, нет, не давайте. Почему? Ну, это же эскалация. Нет, это не эскалация, это деэскалация. И дальше вот этот переговорный процесс, он продолжается. Вот точно так же сейчас идет такого же типа переговорный процесс с нашими партнерами относительно Атакамсов и Таурусов. Потому что, если наши немецкие партнеры там прямо и косвенно говорят, что решение о передаче Таурусов, они увязывают с решением о передаче Атакамсов Соединенными Штатами, мы же им объясняем, смотрите, ну берите в конце концов лидерство реальное европейское на себя. Вы же самая крупная экономика, самый большой заинтересант в том, чтобы Европа окончательно стабилизировалась. Были определенные правила. Россия не влияла на Европу. Россия, еще раз подчеркиваю, ползает в свою берлогу. И тогда вы действительно доминируете в Европе, как Германия. Действительно можете там определять правила и сможете перестроить концепцию безопасности общеевропейскую. Да и экономический рынок, возможно, вы внесете в него определенные коррективы. Для этого давайте-ка быстрее заканчивать эту войну. Давайте, но как заканчивать? Обязательно нужно, чтобы Россия проиграла. И поэтому, Таурусы, примите лидерское решение. Не увязывайте свои решения, не теряйте свою субъектность и так далее. Но вот такого типа переговоры нужно постоянно вести на разных уровнях, на разных площадках. Собственно, президент эффективно, президент Украины это делает. Операционная составляющая более тяжелая, потому что, ну, как всегда, знаете, то есть на уровне лидеров уже приняты соответствующие решения. А дальше начинается вот этот аудит, вот этот баланс. Это есть, это нет, этого не можем сделать. Давайте мы сначала свое переоснащение проведем и так далее. Это, кстати, одна из проблем, грандиозных проблем. Вот Россия, на самом деле, настолько напугала другие страны, что они действительно резко увеличивают инвестиции в собственные военно-промышленные комплексы, но и в то же время резко увеличивают темпы переоснащения собственных арсеналов. То есть выводят старую технику, технику 10-15-20-летней давности, замещают ее новыми образцами. Мы здесь объясняем, смотрите, ну это странно выглядит. Ну техника реально имеет там время устаревания. У нас есть глобальная война, по сути. Ну да, она не выглядит как там вторая мировая, но выглядит в принципе как важная региональная огромная война и так далее. Давайте-ка мы эту войну потратим всю технику, в том числе эту технику, которую там 5-6 лет назад производили. А вы потом будете переоснащать, потому что если Россия проигрывает, то у вас будет очень большой объем времени, запас времени, чтобы провести переоснащение. Если Россия выигрывает, то вы все равно не успеваете. Она будет дальше другими методами действовать. Она будет вкладываться в террористические ячейки, она будет вкладываться в политические перевороты, она будет вкладываться в политическое розирование ваших политических систем. Но представьте правильно приоритеты в конце-то концов. Но тяжелые переговорные процессы. Почему? Ну вы прекрасно понимаете, что перенести свое информационное поле на других людей всегда тяжело. То есть всегда тяжело объяснить им причины и следствия, исходя из того, что ты понимаешь об этой войне и что понимают они, находясь от нее гораздо дальше. Михаил Михайлович, есть ряд индикаторов, которые указывают на приближающуюся победу Украины. В частности, в Украине все очень просто. Деоккупация временно оккупированных территорий, то есть освобождение нашей земли. А какие процессы в Российской Федерации на это указывают? Вот уточню. Например, ликвидация Пригожина является одним из индикаторов приближающейся победы Украины? Потрясающе. Вы когда говорите о победе Украины, я даже зависаю в этот момент, потому что я считаю, что это единственный шанс многих людей выжить в этом мире. И выжить Украине как государство. Это очень важно не забывать, а это подчеркивает, чтобы не было депрессивных настроений. Победа Украины – это единственный шанс действительно жить свободно, даже несмотря на те сложности, которые сегодня переживаем. Что касается индикаторов, их очень много. И, на мой взгляд, даже не само демонстративное убийство Пригожина, а как сегодняшние похороны Пригожина. То есть, грубо говоря, сегодняшние похороны Пригожина символизируют то паническое настроение в элитах, тот страх, который обуял Путина и так и не отпускает его и так далее. Смотрите, максимально замаскировано, максимально неизвестное место, максимально неизвестное время. Главное, чтобы люди не вышли, чтобы не проявили свое отношение к Пригожину и Путину и так далее и тому подобное. То есть, это говорит о том, что в России вот это все внутри уже выглядит совершенно не монолитно. А напомню, что еще вчера и Пригожин, и Уткин – это были любимые киллеры Путина. Я на полном серьезе говорю киллеры, потому что эти люди выполняли наиболее жестокую работу, которая необходима была российскому государству на других рынках, в той же Сирии, на Ближнем Востоке в целом, или в той же Африке, или в той же Украине. То есть, посылали именно отряды Пригожина и Уткина выполнять наиболее жестокую часть работы по демонстративному убийству граждан другой страны. И вот даже этих киллеров он убрал, и, соответственно, он до сих пор находится в испуге. Элиты это понимают. Во-первых, они понимают, что Путин труслив. Во-вторых, они понимают, что он не имеет репутации. В-третьих, понимают, что он не переговорщик больше. В-четвертых, что он не арбитр. И в-пятых, что он подозрителен и будет все время за элитами охотиться и так далее. Таких сигналов очень много. Посмотрите экономику, посмотрите политический процесс, посмотрите пропагандистские программы. Посмотрите вот эти панические настроения, которые действительно их постепенно захватывают. Кроме того, смотрим то, что они готовятся, как они готовятся к мобилизации. Они ведь долгое время рассказывали, что они там легко наберут добровольцев, легко наберут контрактиков. Нет, это все провалено. Никто не хочет идти воевать, потому что воевать в России готово на диванах. Безусловно, они будут набирать мобилизованных. Там это драконовские штрафы, это драконовские запреты и так далее и тому подобное. Соответственно, вот таких проявлений эрозии, ну плюс, конечно же, панические атаки Путина, которые проявляются в отказе от встреч с лидерами других стран, кроме как онлайн и так далее. Вот это все эрозированные признаки того, что Россия накануне, или так скажем, Россия беременна традиционным русским бунтом.